Досрочное прекращение полномочий сразу трех депутатов Нины Нестеровой, Натальи Паншиной и Виктора Поляхова узаконились сегодня на госсовете КОМИ. На этом кадровые вопросы закончились. Основные пункты повестки касались проведения республиканских законов в соответствии с федеральными. О проведении капремонтов в многоквартирных домах, о профилактике потребления наркотических средств, о медико-биологическом обеспечении сборных команд региона. За эти законопроекты парламентарии проголосовали единогласно и без лишних споров. Ведь доклады с деталями ранее уже были представлены на заседаниях комитетов. Расставлены акценты и в вопросе о статусе депутата в части организации встреч с избирателями. Этот закон принимается не для того, чтобы ограничить выступления тех или иных ораторов, а наоборот, он гарантирует о том, что в этом месте, это же не мы придумали сейчас, существуют такие вот гайд-парки в Лондоне, где постоянно идут выступления. Другое дело, что организовать это, это уж другой вопрос. Это как раз от ноги исполнительной власти. Организовать такое место, чтобы оно было доступно, очищено, ратифицировано, освещено. Вот, я думаю, в этом задача и есть. А все остальное избегать стихийности, потому что в любом случае, вы же видите, даже когда проводятся в городах какие-то, это что, надо начать организовать охрану, организовать то, организовать это, все равно это ложится на исполнительную власть. А тут будет место, где, пожалуйста, можете пригласить жителей и выступить. Теперь в городах и районах должны появиться специальные места для встречи с депутатами. Впрочем, как было отмечено в ответе противникам законопроекта, он не запрещает депутату проводить встречи с избирателями в других местах.